Ас-саляму алейкум. Итак, на прошлом уроке мы изучили правила, касающиеся букв Нун и Мимс Шаддэй. Мы сказали о том, что эти две буквы имеют свойство Гунну, приятный звук, выходящий через нос. И где бы мы не встретили Нун или Мимс Шаддэй в Мусхафе, нужно сделать Гунну длительностью в две огласовки. На этом уроке предлагаю немного потренироваться в произношении слов, где присутствует это правило. Итак, начнем. Первый пример. В этом слове присутствует буква Мим с Шаддэй. Делаем Гунну на две огласовки. Следующее простое слово. Делаем Гунну на букве Нун с Шаддэй. МИННИ. Далее слово. ФЭУММОГО. Еще раз. ФЭУММОГО. Не сжимайте губы при произношении буквы Мим. Произносите ее с легкостью и без напряжения. Вот так. ФЭУММОГО. Следующее слово. ВАННУКУМУ. Еще раз. ВАННУКУМУ. Не забываем о Гунне длиной в две огласовки. ВАННУКУМУ. Хорошо вытягивайте губы вперед при произношении огласовки ВАММА. ВАННУКУМУ. Переходим к следующему слову. ЕМУННУНЕ. ЕЕМУННУНЕ. Еще раз. ЕМУННУНЕ. ГУННЕ длиной в две огласовки на букве НУН с ШАДДАЙ. ЕМУННУНЕ. Далее слово. УММИЮНЕ. В этом слове две буквы с ШАДДАЙ. Первая МИМ с ШАДДАЙ. Нужно сделать ГУННУ. Далее следует буква Я с ШАДДАЙ. Читаем внимательно. УММИЮНЕ. Еще раз. УММИЮНЕ. Следующий пример. ХУММИЛЮ. Еще раз. ХУММИЛЮ. Далее слово. ХАТБУКУННЕ. Не забудьте сделать КАЛЬКАЛЯ на твердой букве ТА с СУКУНА. ХАТ. ХАТ. ХАТБУКУННЕ. И помните о ГУННЕ в букве НУН с ШАДДАЙ. ХАТБУКУННЕ. Следующий пример. ЮАММАРУ. Еще раз. ЮАММАРУ. И последний пример этого урока. ЛАННУ. Еще раз. ЛАННУ. А теперь прочитаем все примеры этого урока подряд. ДАММАРА МИННИ ФАУММУХУ ЗАННУКУМУ ЯМУННУУНЕ. УММИЮУНЕ. ХУММИЛУ. ХАТБУКУНЕ. ЮАМММАРУ. ВАННУ. Молодцы. Вы замечательно справились. На следующем уроке прочитаем несколько коротких отрывков из аятов, где присутствуют буквы НУН и МИМ ШАДДАЙ.